На наше предложение отвезти дочку в Москву и показать врачам отделение радиационного риска, столичного не педиатрии и детской хирургии, родители Марины Кукануц согласились сразу. Так Марина стала главной героиней этого фильма и впервые за 12 лет своей жизни уехала из Брянской области. Из родной деревни Увилья, от которой за несколько лет до рождения Марины провелось дождями Чернобыльское облако. Когда мы везли Марину и ее маму в Москву, трудно было даже предположить, чем закончится эта история. Алена не отставала. Алена не отставала в психическом развитии от своих сверстников. Она понимала, чем отличается от других детей. На 10-ю годовщину аварии на Чернобыльской АЭС съемочная группа телекомпании НТВ побывала в детском доме имени Крупской под Киевом. Сюда поступали дети с врожденными пороками развития. Родители от таких детей отказывались. Тогда врачи говорили об усилении человеческой мутации. Хотя дети с подобными отклонениями рождались и до Чернобыля. И после 86-го, после этой трагедии, стала наблюдаться тенденция к появлению детей с врожденными патологиями. Причем массовое поступление детей. Воздействие радиации не всегда приводит к столь ужасным и очевидным последствиям. Иногда следы облучения видны только под электронным микроскопом. Если врач-генетик находит в человеческих клетках хромосомы формы кольца, первый вопрос пациенту, не подвергался ли он или его родители радиационному облучению. Радиация меняет формы и размеры хромосом, вызывая их поломки или мутацию. Сегодня мутация хромосом наблюдается не только у участников ликвидации Чернобыльской аварии, но и у людей, получивших гораздо меньшие дозы облучения. Например, у тех, кто после аварии остался жить на загрязненных радионукридами территориях. В России это прежде всего Брянская область. В юго-западных районах которой и сегодня есть места, где радиационный фонд значительно выше, чем в 30-ти километровой зоне вокруг Чернобыля. Мутация хромосом сказывается на всем организме человека. Это ведет к длительному нарушению иммунитета и повреждению различных органов. В частности, очень страдает щитовидная железа, очень много заболеваний щитовидной железы. Может вызывать даже рак, онкологические заболевания. Медицинское обследование Марина Куконос в Москве началось с анализа крови на хромосомные мутации. Под воздействием радиации изменения происходит во всех клетках человеческого организма. Врачи берут для анализа клетки крови просто потому, что их проще исследовать. Через две недели генетики обещали сообщить процент мутированных клеток в организме Марины. По сегодняшним нормам, таких клеток у здорового ребенка не должно быть больше 5%. У детей с врожденными пороками развития, от которых, как правило, отказываются родители, количество мутированных клеток в организме от 7 до 10%. 28 апреля 1986 года шведский инженер Клифф Робинсон пришел на работу на атомную станцию ФОСМАК. После того, как он вымыл руки, что было положено по инструкции, он должен был пройти дозиметрический контроль на специальной машине. Когда он подошел к аппарату и вставил руки в отверстие, через несколько секунд раздался сигнал тревоги. А еще через резеца на станции объявили эвакуацию. И сегодня каждый работник станции должен пройти на выходе и в ходе процедуры дозиметрического контроля. Но 28 апреля 1986 года в отделе радиационного контроля атомной станции долго не могли понять, что случилось. Инженер Клифф Робинсон еще не был внутри станции, он только шел на работу, а прибор уже показывал радиационные загрязнения. Больше того, весь персонал утренней смены, который только должна была заступить на дежурство, уже был загрязнен. На ФОСМАК объявили эвакуацию. Более 800 человек вывезли за 20 километров в специально подготовленный район. Служба дозиметрического контроля тщательно обследовала все помещения, но обнаружить утечку радиации на станции так и не удалось. Все три реактора работали нормально. Сначала мы ничего не могли понять. Вся радиация снаружи. Внутри абсолютно чисто. Мы берем пробы внутри станции, ничего нет. Все работает отлично. Мы просто не могли себе представить, что где-то произошла крупная авария, а никто о ней не сообщает. Через несколько часов поступили тревожные сообщения от шведских военно-морских сил. У нас были сообщения от наших судов береговой охраны в Балтийском море. Они говорили, что их фильтры охлаждения двигателей тоже заражены радиацией. Тогда мы поняли, что это не у нас. Мы просчитали, что случилось это в районе Киева. Мы посмотрели метеорологические сводки. Оказалось, что именно оттуда дул ветер в последние дни. И оттуда пришли дождевые облака. Мы обратились к правительству. Они сказали, что связывались с Москвой. Москва ответила нет. У нас ничего не случилось. Возможно, они и сами еще не знали. Был полдень. А через несколько часов, ближе к вечеру, русские подтвердили. Да, в Чернобыле произошла авария. Вы видите первую видеосъемку Чернобыльской атомной станции после аварии. Заплыли и подергивали изображение. Это не брак пленки. Так видеокамера реагировала на смертельные потоки гамма-излучения над развалинами 4-го блока. Эти кадры снимали 28 апреля 1986 года. На третий день после катастрофы. В это время в Москве тогдашний министр энергетики СССР подписал приказ. Аварию на 4-м блоке ликвидировать 19 мая и запустить его в нормальную эксплуатацию. Руководство страны получило информацию от правительственной комиссии. В общем, нам докладывали правду. Но какую правду? Ту, что они знали. А они практически первые два дня вообще мало что знали. о природе взрыва, вообще аварии. Поэтому мы все были в невереде. И поэтому даже не было что сообщать. Они возились там, все делали, но выводов никаких не было. Существовала система оповещения об аварии. Она и сейчас существует. И в те времена это делалось, так сказать, без объяснений, без ничего. Значит, со станции специальный человек, это дежурный по станции, сообщает в Москву. Ничто там просто назывались, такой пароль был, три цифры. Четыреста сорок четыре. Все. Около двух часов ночи в Москве получили сигнал четыреста сорок четыре с Чернобыльской атомной станции и оповестили группу специалистов немедленного реагирования, которые были готовы вылететь в Чернобыль. Начали связываться со станцией, вышли на директора, который сказал, что ситуация под контролем, реактор охлаждается. Вот. Так что вроде бы паники никакой нет, все тихо и спокойно. Ну, авария есть, но будем разбираться и принимать меры. И все разъехались спокойно. Диспетчер, который на станции дежурный, видит, что никаких телодвижений нет, ничего нет, повторил сигнал где-то уже, может, в пять, а может, в шесть утра. Снова повторил этот сигнал. И все снова сбежались. Что одна информация прошла, это другая. И было принято решение лететь, разбираться на месте. И полетели. Почему тогдашний директор Чернобыльской атомной станции Виктор Брюханов так скромно доложил в Москву об аварии и не потребовал немедленной эвакуации людей из прилегающих к станции территорий, он толком не объяснил ни в одном интервью. В ночь с 25 на 26 апреля 1986 года двое свободных от смены рабочих станций ловили рыбу в пруду охладителя, недалеко от четвертого блока. Приблизительно в половину второго ночи они увидели яркую вспышку от крыши четвертого блока. Из показаний очевидцев. Анатолий Рудзик, слесарь ЧАЭС. Вспышка пропала примерно через 2 секунды. Примерно через 30 секунд я увидел вторую вспышку, похожую на первую. Звук был похож на овации в большом концертном зале, продолжительный и сопровождался шипением. После второго взрыва наблюдал большую черную тучу куполообразного вида, которая разрасталась по мере утихания звука. По размерам туча была примерно в полтора раза больше блока. Из отчета Института ядерных исследований Академии наук Украинской ССР. Киев, 1989 год. Так 20 лет спустя выглядит плочный щит управления реактором четвертого блока Чернобыльской АЭС. Когда самое страшное уже произошло, те, кто нажимали на кнопки, еще не знали, что реактора уже больше нет. Из помещений дозиметристов масштаб аварии тоже было трудно оценить. Не слышали этого взрыва, но удары такие. Первый удар ничего, а второй, за вторым ударом у нас приточная вентиляция была, хлопок такой резкий был. Выдавило дверь, и дверь у нас открывалась на коридор, двойная с двух створок. Вот. И приточную люк вентиляции это и понесло черного жилпыль, потухла, потухли свет. Я увидел в Машзале из проломов кроли Машзала, если до этого там были видны только яркие звезды, в этот момент ничего уже не было видно, а в Машзал спадал такой стоп черной пыли. Уровни радиации были не просто смертельными, они были запредельными. На станции не было приборов, чтобы их измерить. Поступила команда с блочного щита, с четвертым, что доложите дозапстановку. А какую дозапстановку? Докладываем, что есть, а с чем теперь? Пошел в то помещение, взял там прибор. А левон тоже, пшшш, датчик зарел. То есть, что он просто зашкаливал там, скажем, да? Он не то, что зашкаливал, а просто это сам датчик, просто, знаете, как лампочка сгорает, ну-ка, пшшш, и потухло. У меня в это время уже начались рвоты. Я почему-то полагал, что эти рвоты связаны, ну, может быть, с тем, что было все делать на бегу, у меня першило во рту, думал, может быть, с этим связано. Или, думал, йод как-то я плохо воспринял. Никак не мог представить, что рвота – это первые признаки получения лучевой травмы. Когда я прошел туда, я, говорю, я встретил представителей процедурного комитета, и все развалины. Это развалины. Где-то, да, это была просто старая кинохроника с разрушенного Сталинграда. Я говорю, кто? Он сказал, что Хадимчук до сих пор не найден. А Шишинок в тяжелом состоянии обожженный и вытащил. Оператор реакторного цеха 4-го энергоблока Валерий Хадимчук стал первой жертвой Чернобыльской катастрофы. Тело найти так и не смогли. Место его гибели укрыто саркофагом. Непосредственно первую разведку возглавлял перевозчинка Валерий, начальник смены реактора него цеха. Вместе с Топтуновым, вот старшими управления реактора, они прошли туда, увидев развалины реактора. Вот это видение кончилось для них трагически. Они скончились в Москве. Это были только первые погибшие. 28 человек скончались от лучевой болезни вскоре после аварии. Чернобыль собирает свои жертвы до сих пор. Обязанная экскурсия на один час. Можете все снимать камеры. Видите театральную, манерную площадь, куда тренили почетный королат Мавзолея. До госпитализации выделение радиационного риска оставалось два дня. И мы решили показать Марине и ее маме Москву. После глухой деревушки в Брянской области, из которой Марина выехала впервые, столица не просто произвела сильное впечатление. Девочка увидела, что другая жизнь, которую иногда показывают в кино и по телевизору, реально существует. Здесь все было по-другому. И только пластмассовые коровы у ГУМа напоминали родные места. Домашнее молоко лучше не пить, а сдавать на переработку на масло и сыр. Тогда все радионуклиды останутся в молочной сыворотке. А в масле и сыре радиации не будет. Как рассказывали врачи из районной санэпидемстанции, пока их в прошлом году не сократили. После аварии сразу начали запрещать коров держать, чтобы все сдавали коров. Спрашивали. Ну, в магазин привозили молоко, сметану, все начали привозить, продукты. По талонам, помню, была и клобаса давали, масло. Но талонное изобилие быстро закончилось. Молоко здешнее как пили, так и пьют. Дозиметры для местных жителей непозволительная роскошь, а предупреждающие надписи производят впечатление разве что на заезжих чиновников до журналистов. Радиация не смогла сломить крестьянский образ жизни. Без хозяйства в деревне не прожить. Радиационные пособия для взрослых по-народному гробовые. 470 рублей в месяц. Плюс еще едовые. 214 рублей. На них, по задумке чиновников, нужно покупать чистые продукты в сельпор. Сегодня на загрязненных Чернобылем землях в Брянской области живут около 300 тысяч человек. Небо стало темное и душ пошел. Ливень прям. Ну, быстро съехала туча. Потом неделя прошла и нам сказали, что радиация у вас здесь. Воды не пейте. Молоко тоже не пейте. Еще в магазине покупайте. Стали нам возить продукты. Цизевые, стронцевые, плутоневые дожди полили Брянскую землю неравномерно. Четыре деревни отселили сразу. Кома в них сравняли с землей. Еще несколько населенных пунктов включили в зону обязательного отселения. Но там до сих пор живут люди. Российским законам люди здесь жить не должны. Наш дозиметр показывает больше 400 микрорентген в час. Например, если в московской квартире уровень радиации превышает 30 микрорентген, это уже получит, чтобы обратиться к властям и требовать альтернативной жилплощади. Все, кто здесь живут, неизбежно ставит эксперимент над собственным здоровьем и над здоровьем своих детей. Прямо. Ну. Ой, пошел, ребята. Сею, бьем. Запахал вот. На следующий год кофею, посею. Все, корову держу, молоко пью, продаю, кому надо. Кому не надо, не продаю, кто не хочет куплять. И все. Так и уже было. Зарплату никто не платит. Денег нет. Крестьяне. Это крыше. Раньше жили. Так и это. К этому пришло. Вертолет летал. Извотходит с болванкой, он фон этот измерил. Вот так мы живем. Что ты намерешь, что я намерен. Ты все это муть. Негодная. А люди сеют и пашутся. А сколько в земле, ты мне его померяй, сколько в земле тут есть. На самом деле местные жители хорошо знают, где в деревне радиации много, а где поменьше. Кроме этого, на ежегодном осмотре в Брянском диагностическом центре им сообщают, какое количество радионуклидов вместе с водой и пищей попало в организм. Вот тут 9 тысяч радиации. О, в больнице был, проверялся. Время идет, а отношения людей к радиации здесь не меняются. 5 лет назад, когда мы впервые побывали в Красногорском районе Брянской области, местные старики с каким-то странным задором обреченных рассказывали нам о том, как они едят загрязненную радиацию и пищу, и трогательно сообщали, сколько у них этой радиации врачи намерили внутри. Мы из ее порадмелись, как мы уже не поедем. Мы не поедем. Я с первого дня это сливы, я беру, ем, даже, вот только так в руке шуру и в рот. Я сильно любитель на эту, на зелень. А ничего? Не болеете? Нет. Пока нет. Ну, сердце, вот это сердце, так я там недавно дал, можно это оборохнуть, а так, слава Богу. Понятно. А в России, что говорят, приезжают сюда к вам? Приезжают, замеряют, вот у меня на сегодняшний день, допустим, 470. Что? Ну, во мне, в организме. 470 чего? Ну, я же не знаю, я там. Изба Баба Аня, или Евсевна, долгожительница деревни Заборья, стоит на отшиве. Пять лет назад, когда мы снимали эти кадры, Евсевна пожаловалась нам, а заодно и комиссией из района на то, что вот уже несколько лет у нее выживает только куры черного цвета, а все белые дохнут. Дубка еще говорит, что мои куры дохнут? Разрежет печенка, распалась. Увеличена, в несколько раз и распадается, куры дохнут у нее. Специалисты тогда измерили радиацию рядом с домом Евсевны и в очередной раз сообщили ей, что жить здесь никак нельзя, а грунт пообещали собрать и вывезти в могиле. Пассивно большая. Пассивно большая? Да. Пассивно большая. У нас вот тут вот в жиле один двор, вот у Леси, когда там вдруг не пригоняли корову, вообще пригоняли, что у нас же богато все на куры. И запретили, только его не пригонят. Молоко никуда не прымают. До бани с тех пор разводила только темных кур, потому что они к радиации приспособиться смогли. Переселяться куда-либо она категорически отказалась. Куда мне уезжать? Не знаю. А я никуда, одна уже никуда не поеду, померю уже на своей стороне. Эй, да, как у Балшкина, прямо и было три до чалида. Опять забыла. Анна Евсимовна Ефименко умерла в 2005 году. Ей было 82 года. Крунт у избы все так же светится в 20 с лишним раз сильнее допустимой нормы. В могиле к его так никто и не вывез. Вокруг по-прежнему живут люди. Летом сюда приезжают дети. Дарители привозят их из города к бабушкам и дедушкам, чтобы они отдохнули на природе, набрали сил перед новым учебным годом. Сосед Евсимовна с удовольствием рассказывает московским журналистам любимое стихотворение долгожительницы из Заборья. Семь погожи тихо-сухо предвечерний час. Начинается так стихотворение. На крыльце сядет старуха и ведет рассказ. Я любое знала дело на любое шла. И пахать, и жать умела, и косить могла. Молотила, лен трыпала до вечерних звезд. Одного холста соткала, может, на стоверст. А вот сколько спела пряжи на свои годы, и никто, спасибо даже, не сказал так. Эти мыши являются для нас сейчас моделью, на которой мы разрабатываем новый класс против радиопротекторов или против лучевой препарат. Вот это самое важное. На мышах украинские биологи изучают воздействие малых и средних доз радиации. Как и в случае с корами Баба-Ани из Брянской области, оказалось, что цвет имеет значение. Черные мыши переносят радиацию значительно лучше, чем белые. Дольше живут и сохраняют активность. Есть мыши, у которых радиация очень долго не вызывает мутации хромосом. Люди тоже по-разному переносят воздействие радиации. Ученые разделили человечество на четыре типа. Суперчувствительный, очень чувствительный, среднечувствительный и относительно устойчивый. Причем, относительно устойчивые люди способны выдерживать на порядок большее радиационное излучение, чем среднечувствительное. Пока, правда, чтобы определить, кто к какому типу относится, людей пришлось бы облучать. Достоверных, лабораторных методик определения индивидуальной радиочувствительности не существует. Предполагается, что брюнеты лучше приспособлены к радиации, чем блондинам. С возрастом обменные процессы в организме замедляются, поэтому пожилые люди менее подвержены воздействию радиоактивных веществ. То, что относительно устойчивые к радиации люди существуют, на Чернобыльской атомной станции за эти годы не раз убеждались на практике. Таким людям поручали работу в самых опасных участках внутри саркофага, на крышке разрушенного реактора и даже в реакторной шахте. Уровни радиации здесь превышали тысячи рентген в час. Кому-то хватало одной такой вылазки, чтобы подорвать здоровье, а некоторые, вопреки всем инструкциям и нормам безопасности, залезают в реактор до сих пор. В отличие от подопытных чернобыльских мышей, которых облучают, но кормят чистыми продуктами, люди на загрязненных территориях испытывают двойное воздействие радиации, фоновое облучение и попадание радионуклидов в организм вместе с пищей. Будем продавать, Костяшка. Расскажи, вложи корзинку, скоренько ты должен выйти. С основным продуктом питания Брянщи не повезло. Правда, не стоит есть картошку в мундире или запекать ее в костре на пикнике. Картофель самый чистый продукт, который можно вырастить на загрязненных чернобыльных полях. С ее завыкопанной клубни фонят точно так же, как и земля, в которой они росли. Но стоит их помыть и посистить, результат будет совсем другим. Картофель почти не впитывает в себя радионуклида из почвы. А вот горох, фасоль и другие бобовые, наоборот, обладают повышенной способностью поглощать радиоактивные частицы из почвы. Грибы здесь опасно не только есть, но даже собирать. Прогулки под радиоактивными деревьями здоровья не прибравляют, а трава из такого леса превращают печь в избе маленький чернобыль. В первый год после аварии считалось, что не стоит ловить карасей, карпов и другую донную рыбу. Со временем радионуклиды накопились и в хищной рыбе. Мясо, особенно говядина, наиболее уязвимное звено в рационе питания местных жителей. Из рекомендации населению по соблюдению мер предосторожности в условиях повышенной радиации. Мясные бульоны необходимо исключить полностью. Технология приготовления мяса такова. 10 минут варить в большом количестве воды, отвар слить, залить мясо новой водой, опять отварить 10 минут, после чего в третий раз залить водой и варить до готовности или подвергнуть другому виду обработки. Минский райисполком города Киева, 13 сентября 1986 года. Чиновники нашли дешевый способ борьбы с радиацией. Если содержание радионуклидов мяса и молока превышает действующие в России определенные допустимые нормы, то нужно изменить эти самые нормы. По согласованию с главным санитарным врачом страны Геннадий Манищенко, на загрязненных Чернобылем территориях ввели так называемые временные контрольные уровни. Ну и что, что говядина содержит радиоактивность частиц в 3,5 раза больше действующих в стране нормативов. Подтвержденным контрольным уровнем она считается вполне съедобной. Похожие методы решения проблемы искали в Советском Союзе. Например, на заседании Совета Министров Беларуси весной 1986 года. И меня вдруг приглашают тогда в мае, значит, решение, что у нас замазанность большая, что вот, знаете, есть регионы, где, значит, очень высокая радиоактивность мяса. И что по нормам его, значит, нельзя употреблять. И вот предлагается гениальное решение, значит. А есть регионы, где чистое мясо. Вот мы, значит, к десяти этим тушам будем добавлять одну тушу. Оттуда тогда все укладывается в норму. Понимаете? На полном серьезе? На полном серьезе. Я говорю, друзья мои, говорю, ну есть понятие коллективной дозы. Ну что я вам здесь буду объяснять? Что вы же будете убивать собственных людей, говорю, таким метром распределенным. Только вы кого убьете, не будете знать. В паникюре. Там грибы, я буду собирать. Это все запрещали. Все, они на там еще собираем. Это все деньги. Все, кто здесь живут, уже давно не считают радиацию главной бедой. Чернобыльский взрыв подорвал экономику и без того небогатой области. Бедность заставляет этих людей забывать про радиацию. По-другому просто не выжить. Поселок Заборья попал в зону отселения. Ферму и колхозную усадьбу разрушили, школу закрыли, магазин уцелил чудом, а от сельской больницы сохранился только фельдшерский пункт. А люди остались. Сейчас здесь живут около 150 человек. Елена Ефименко единственный медработник в округе. Случись что? Вся надежда на фельдшера. У Елены двое детей, Федора и Нина. Они здесь родились и почти никуда не выезжали. Федору и Нине повезло, у них есть велосипеды, на которых можно легко добраться до школы в соседнем поселке. Велосипед хорошо помогает учебе, пока не выпадет снег. На вид здоровые, веселые дети. Вот только болеют очень часто. Первый раз Елена рассказывала нам об этом пять лет назад. Часто зимой особенно болеют. Все время болеют и болеют. И этой зимой вообще разал пять гриппом переболели. Такого раньше не было, чтобы один раз поболеют и все. А этот год вообще сильно болели. Летом и зимой вообще желательно. Летом и зимой холодно. Вот они там надо, не надо. Ты за грибань ты ходишь летом? Хожу. А что собираешь? Какие грибы здесь растут? Ну, как они называются? Барлоки, березовики. А ягоды какие есть? Малина. Ты что больше любишь? Малину собирать, да, в лесу или землянику? Малину. Много марин бывает? И потом это вы что, варенье делаете или что? Грибы что делаете? Жарите? Как? Грибы, грибы, суп. Дети подросли, но болеют по-прежнему много. Нина часто теряет сознание на уроках в школе. Среди ее одноклассников здоровых детей почти нет. Этот поросенок с восьми ногами и одной головой подарок Вячеславу Коновалову о музее Чернобыля в Киеве. В самой коллекции чернобыльских мутантов, которую доктор биологических наук Коновалов собирал в начале 90-х, больше не существует. Коллеги называли подбор экспонатов тенденциозным и напоминали, что кунскамеры существовали еще во времена Петра Первого. А то, что чернобыльская катастрофа усилила мутацию человека, сегодня признают все больше врачей. В троми врожденных пороков развития на загрязненных территориях люди чаще болеют раком. В Японии пик раковых заболеваний наступил через 25-30 лет после атомной бомбардировки Хиросимы и Нагасаки. Мы еще на середине пути. Щитовидная железа мы так ожидали, что она будет примерно через 7-8 лет после аварии и у нас был существенный подъем раков щитовидной железы у детей именно в те годы. Идет процесс поэтапного возникновения тех или иных опухолей. Для этого просто нужно время еще. То, что Марина Кукану стала главной героиней нашего фильма произошло совершенно случайно. Мы приехали в заборе, чтобы отвезти детей поселкового флиса Елена Ефименко на две недели в Москву для комплексного медицинского обследования. Семью Ефименко мы выбрали просто потому, что же снимали их в 2001 году. Федор и Нина должны были поехать в столицу вместе с мамой. Все расходы брала на себя телекомпания НТВ. Врачи готовы были провести любые анализы и консультации бесплатно. Мать детей сразу согласилась, тем более летом школу пропускать не придется. Но потом выяснилось, что в этой семье главным была не мать, а дедушка. Ветеран Великой Отечественной войны Михаил Семенович Ефименко. Поначалу он очень тепло встретил съемочную группу, показал свою пасеку и угостил медом. Какая у меня гостиная. Это ребятам. Это мед. Стали договариваться с соседями, чтобы помогли по хозяйству, пока Елена с детьми будет в отъезде. А когда пришло время покупать билеты, Михаил Семенович передумал. Ничего ли мы такое криминальные? Да и со здоровьем у внуков, по словам Михаила Семеновича, все в порядке. Ты не дотронешься? Участи нормально, кушают хорошо. И врачи, как надо. А что им больше нужно? Здоровья никакого нету совсем. Больные полностью. И голова болит, и ноги, и руки болят. И дети жалуются. В свое время, когда была возможность уехать из зоны отселения, ветеран отказался переселяться. Дочка тоже осталась здесь жить вместе с ним. Переубедить Михаила Семеновича нам не удалось. И пришлось искать других желающих поехать в Москву. В километрах в 15 от заборе есть другой поселок, Кувелия. Он тоже попал в зону отселения, и там тоже живут люди. Долго искать нам не пришлось. Родители Марины Куканос сразу согласились, и уже через три дня девочка оказалась в Москве. Не лежал у вас ни разу. Первый раз поступаешь. Ты гормоны получаешь, альтераксин нет? Мы назначили тебе 50 миллиграммов, альтераксин не получаешь. Ну, вот сразу, это что изменение? Больше всего мы боялись результатов анализа крови на хромосомной аберрации. Мутации хромосом современная медицина лечить не может. При биодезиметрии выявлено 5,5% аберрантных клеток. Это является нормальным, допустимым значением. В заключении, хромосомной патологии у ребенка не выявлено. Хотя количество мутированных клеток у Марина на полпроцента выше допустимой нормы для ребенка этого возраста, врачи сказали, что это в пределах статистической погрешности. А если учить, что девочка всю жизнь прожила на загрязненных территориях, результат анализа даже очень хороший. За почти месяц, проведенный в Москве цезий 137-го в организме Марина стало значительно меньше. Врачи объяснили, что если ребенка 60 дней кормить чистыми продуктами, то почти весь цезий из организма выйдет. Сложнее со стомцем. Он накапливается в костях. Острых проблем с щитовидной железой уже не было. Лечение, назначенное в Брянске, давало хорошие результаты. Самое страшное выяснилось в конце. Оказалось, что жизнь Марины буквально висит на волоске. Ей предстоит срочная и тяжелая операция. Субтитры создавал DimaTorzok Дима Торзок У ребенка тяжелый врожденный порог сердца связанный с недостаточно артарного клапана, одного из главных клапанов. Мы и так думали, и так думали. Думали об операциях, когда можно за счет собственного клапана что-то сделать, но реальность, к сожалению, другая. Надо будет поставить искусственный клапан. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Дима Торзок Дима Торзок Дима Торзок Скажу 150 Дима Торзок Дима Торзок Дима Торзок Дима Торзок Дима Торзок Дима Торзок Продолжает притягивать людей. На экскурсии в Чернобыль личный дозиметр не повредит. Карстен Пакайзер немецкий турист. Он хорошо говорит по-русски, так что не возникает проблем даже с терминами. Каждый день сотни людей приезжают в Чернобыль на работу. Но прежде чем попасть в 30-километровую зону отчуждения, нужно пройти несколько проверок. А те, кто работает, тоже проверяют? Каждый день? Конечно. Радиацию нельзя почувствовать, и от этого она окажется еще опаснее. Розиметр Карстена старого образца, но все равно ему больше доверия, чем прибором экскурсовода. До 20 это норма. До 20. Ваши 20, в принципе, вот если вы когда-нибудь были в Бразилии на белых песках бразильских, там 80. Мы идем по асфальтовой дороге. Дозиметр показывает 80 с тонн микрорентген. Примерно в 5 раз выше нормы. Сворачиваем на обочину, и стрелка резко рвется к красной отметке. Здесь опасно. Да, мох на такт. То есть здесь получается вот у тебя о... Тысяча. Картену было 11 лет, когда в Чернобыле произошла авария. Он жил в Любике, небольшом уютном городе на севере Фарге. В апреле 86-го радиоактивное облако дошло до Западной Германии. Я очень хорошо помню, я был достаточно молодым школьником. Как мы приехали в дождливый день в школу, в наших таких площадках, у ворот стояли наши учителя физики, и всех проверили дозиметрами. Это всех нас свергло в шок. Почти все, кто приезжает в Чернобыль после аварии, стремятся попасть сюда, в Припять, в уютный город энергетиков, с которым мирный атом сделал почти невозможное. Остановил время. Припять буквально утопает в зелени. В городе без людей хозяйничают деревья пустые. Если их не начнут вырыбать, когда-нибудь зарастет даже центральная площадь. Уютный город построили специально для людей, обслуживающих станцию. Доработать два шага. Здесь жила элита советского общества. Для атомщиков строили лучшие дома. Здесь было больше магазинов и меньше очередей. Детский сад, школа, спортивный зал, парк отдыха, все было рядом. Благоустроено. Таким бассейном и сегодня мог бы гордиться мэр любого украинского города. Заповедник советского прошлого пока больше разрушает не время, а мародеры. Для них и радиация не помеха. Подношу и сразу заходит, зашкаливает твою шкалу. Потому что здесь лежит горячая частица. Вот видишь? Вот оно куда подходит. Экскурсовод показывает нам портреты коммунистических руководителей страны. Почти не запылились. Они были специально приготовлены для первомайской демонстрации. Мы хранились в доме культуры «Энергетик». Тогда, конечно, было совсем другое время. И это то, что нас тогда очень взволновало, что из Советского Союза информации об этом инциденте нет. Это место, как мемориал, куда люди могут приехать. Мне кажется, это уже не опасно. Мне кажется, это нормально. Все зависит просто от того, с какими чувствами и с каким настроением люди туда едят. Заходим в подъезд 16-этажного жилого дома. Некоторые квартиры до сих пор заперты. Это однокомнатная комната, поэтому здесь был и сервант, и гардероб. И здесь, скорее всего, стоял какой-нибудь диван. Это была маленькая. Вот почему-то здесь был устроен. Остатки мебели, одежды и даже продукты. Маринованные овощи собственного огорода. Запасы на зиму. За долгие годы вода испарилась, но то, что когда-то было в этих банках, можно разглядеть и сейчас. Видишь, прогнило и испарилось. Может быть, там сок какой-то был. А здесь точно были консервированные помидоры. Не знаю, кто из них. Город Припят, такой призрак, это напоминает о том, что силы у человека достаточно ограничены и очень много того, что выше человеческих сил. У меня такое впечатление, что есть много чего, куда людям лучше не заслугаться. На этом колесе обозрения, как и на других аттракционах парка, не успел прокатиться ни один человек. Торжественное открытие было намечено на 1 мая 1986 года. К этому времени Припять уже стала городом-призраком. Это объявление по радио жителей Припяти, услышали через 34 часа после взрыва на 4-м блоке АЭС. Эвакуация началась в час 30 дня в воскресенье 27 апреля. Людям сказали, через 3 дня вернётесь домой. Никто из 40 с лишним тысяч человек не представлял, что уезжает навсегда. До официального объявления эвакуации уехать из города было непросто. Милицейские посты поставили кругом город, перекрыли ни въехать, ни выехать. То лучше было, чтобы люди бежали. А как же будут бежать? Это же разносится информация кругом. А все-таки, ну вот, в городе 26-го была не такая, ещё более неспокойная, люди ещё не все знали, ещё проводили соревнования. А возле больницы, конечно, был ажиотаж. Очень много... А какие-то детские соревнования проводили, ещё люди же не знали, дети в школу пришли. И, в общем, город ещё жил такой спокойной жизнью, кто-нибудь с этим связан. Активную зону реактора 4-го блока снесло взрывом в 1 час 24 минуты в ночь на субботу 26 апреля. Из кратера происходил мощный выброс радиации. Ветер уносил от станции радиоактивные облака. Утром в субботу в городскую больницу Припяти начали привозить ополучённый персонал ночной смены и пожарных. В городе появились военные в защитных костюмах. А людям не просто ничего не говорили. Им мешали уехать. Первый, с детьми уезжали. Во-вторых, что уезжали так люди, зная, что уже авария такая случилась. Слух распространился быстро. Во-первых, то, что пугало людей. Много транспорта, много боевых вот таких машин, вот, кроме транспортеров. И мыли дороги пеной. Все были в масках. А мы ходили там без никакой защиты. Авария притягивала любопытность. В субботу утром оцепление у станции выставили, но слишком близко от разрушенного блока. Зеваки облучались даже за оцепление. Больше всего жалко того, что они скрыли это все. Вот что. Они не сделали так, как писали инструкции. Как вот это все. Люди с села ехали, на велосипедах, на мотоциклах, с детьми, посмотреть на блок. Подъехали к блоку, пощелкали, позаглядывали и поехали. Какой результат? И какой результат сейчас? Я знаю, что тот, который ездил еще с сыном, инвалид, сын тоже это самое, полуэто. Поехали за так, облучились. По графиту полазили. Ладно, там уже те, которые нужные там были, они уже работники, которые ликвидировали, которые уже даты это все. А сколько безвинных пострадало? Что в город нельзя было, предупредить тогда, 26-го даже, в субботу сразу народ предупредит. Боялись, паника будет. Мы здесь, в Москве, добивались главных. Что же произошло? Ну, вообще говоря, даже неудобно рассказывать, что на первом этапе такие вещи были, что Славский и Александр, уважаемые люди, очень знающие, все говорят, видели и делали, это же они у истока всего. Наполинбюро говорит, да ничего у нас бывало на промышленных редакторах, реакторах. Ну что, отойдем в лесок, потом хорошо выпьем, закусим, да еще что-то, все, ничего. Я говорю, послушайте, вы что вы, ну что вы, что вы наполинбюро, нам вы тут несете? Что-то из них даже, или-то потом по ним передали, да ничего, РБК, это нормальный, это как самовар, его на Красной площади мог оставить. Вот такая, такая была уверенность. Вы смотрите, 27-го, после выселения людей все, члены правительственной комиссии остались и ночевали в этом городе. В ресторане ели, питали все, а это все было уже заражено. Субтитры создавал DimaTorzok самого миокарда и со всеми вытекающими отсюда последствиями. В загрязненных Чернобылем районах Брянской области, откуда родом Марина Куконос и ее родители, медики отмечают рост врожденных аномалий развития. Хотя однозначно ответить на вопрос, была ли радиация, главной причиной, из-за которой Марина родилась с пороком сердца, врачи не могут. Совершенно точно прослежена зависимость от экологии и, соответственно, от радиации. Науке неизвестно, почему в одних случаях раздаются дети с пороком, в другом не раздаются, но такая зависимость давно подмечена. И вполне можно сказать, что в каком-то проценте, ну да, проценте случаев, конечно, это как-то повлияло на рождение ребенка, но точно сказать, что если бы она жила в другом месте, и у нее бы не было, тоже невозможно. Заканчиваем фиксацию клапана, корня аурики. Размер клапана, который будет установлен, он большой, сказать, размер, это размер, в другом месте, Поэтому будем надеяться, что все это и спрашивать наше жизнь. Уже больше двух часов сердце Марины не бьется, а еще через час врачи попробуют запустить его снова. Чернобыль, это, конечно, вещь, которую нельзя забыть, потому что у нас и сейчас такое может повториться, потому что тогда было очень много людей, которые своим трудом спасали нас. И я думаю, что память этим людям точно должна быть сохранена. Экскурсии продолжаются у реки Припять. Живописные, безлюдные места. Если бы мы не знали, где находимся, наверняка захотели бы искупаться или порыбачить. Но и здесь напоминание о трагедии. Кладбище ржавых судов, которые вывозили радиоактивный мусор с Чернобыльской станции. На саму станцию туристов не пускают. Кастану предлагают сфотографировать объект укрытия или саркофаг. До него всего 100 метров. Небольшой мемориальный музей на станции прикрывает туристов от радиации свинцовыми стеклами. Экскурсовод рассказывает о том, как все происходило в ту трагическую ночь. То есть крышка была сорвана с места силой взрыва ударилась о конструкции блока и встала вот так практически вертикал. Вес крышки реактора более 2000 тонн. Кастан замечает на макете в самом центре взрыва крошечные фигурки людей. В шахту реактора и подреакторные помещения, куда стекало расплавленное ядерное топливо, спускались живые люди. 800 рентген в час действовать нужно быстро. Застывшие лави блестят соли урана. Отколоть кусочек для пробы и успеть вернуться. в шахту реактора в шахту реактора топлива уже в мешке. Теперь обратный путь через завалы с бесценным для науки и смертельным для человека грузом. Чтобы сюда залезть нужно не просто рискнуть здоровьем, но и нарушить все действующие инструкции радиационной безопасности. Нет, ну, во-первых, прежде чем мы туда лезем мы никому не говорим. То есть такое решение принималось исключительно в узком кругу тех людей, которые собираются лезть. Поэтому желающих лезть всегда было больше, чем нужно было для выполнения той или иной советской задачи. Эти люди не против, когда их называют сталкерами. У сталкеров особое отношение с радиацией. Вот уже несколько лет группа ученых исследует разрушенный взрывом реактор. Пластиковый костюм защищает только от радиоактивной пыли, но не от проникающего. Они только улыбаются, когда кто-то говорит, что наука точно не знает, что происходит под саркофагом. Ученые до сих пор спорят о том, сколько ядренного топлива остается сегодня за бетонными стенами саркофага в шахте реактора. На момент взрыва там находилось почти 180 тонн урана. По всем оценкам, которые были сделаны, наружу мы нашли 3-4%. Все остальное там. Как и 20 лет назад, директор Курчатовского института академик Великов уверен, почти все ядерное топливо под саркофагом. Подчиненные академика облазили все развалины 4-го блока и не смогли найти 170 тонн урана. В 88-м году стенку взорвавшегося реактора пробурили и опустили туда видеокамеру. Исследователи увидели пустую шахту реактора. Что значит пустую? Только воздух. Воздух, раз. Нижняя опора, на которой была графитовая кладка активной зоны, ушла вниз почти на 4 метра. На ней нет графитовой кладки. На ней есть железобетонные плиты. Огромного размера. Огромного примерно 5 на 10 метров. Когда строили саркофаг, развалины реактора заливали бетоном. Но ученые смогли добраться до шахты реактора. Бетоном-то не залили ни шахту реактора, ни соседние смежные помещения. И поэтому мы, конечно, ползком что-то же залили все-таки. Ползком приползли в подаппаратное подреакторное помещение, поставили лестницу простую, деревянную и залезли внутрь шахты реактора. Конечно, сначала мы производили измерения. Да, вот тут вот 40 рентген в час, а тут 200 рентген в час. Это мизерная величина. Это еще не тысяча на самом деле. Конечно, меня страшно поразило, когда я нахожусь в шахте реактора и я нахожу точку, где 80 рентген в час всего, а я нахожусь в шахте реактора. То, что в шахте реактора не оказалось ядерного топлива, означало, что после взрыва в недрах разрушенного блока происходили совсем не те процессы, о которых известные советские академики докладывали в ЦК КПСС. И многие угрозы, с которыми тысячи людей боролись не сидя своего здоровья, когда ликвидировали последствия аварии, просто не существовали. Вслед за Припятью началась эвакуация людей из 10, а потом и из 30-километровой зоны вокруг Чернобыльской атомной станции. Решение принимала комиссия во главе с председателем Совета Министров СССР Николаем Прыжковым. Уже была карта. Карта загрязнения. Если так можно выразиться, это вот такая, знаете, какая-то клякса. Такая клякса. Значит, рваными краями. Значит, самая крайняя точка, вот если центр взять, крайняя точка, это 30 километров. Но была еще одна причина для эвакуации. Академики предупреждали о возможности еще одного взрыва на Тернобыльской атомной станции. Я думаю, что это все связано с оценкой. Все мы были в неведении. И главное ведь, главные ученые, специалисты, ядерщики, в том числе и Легасов и Велих, а с у Легасов, они же в создании даже этого реактора участвовали. Это люди сведущие, все. Они-то, ну кто должен еще нам сказать? В этом смысле политбюро зависимо оно, так сказать. И что делали правильно, что песок и свинец бросали туда? Это, конечно, имело значение. Потом была опасность, что если вся эта масса в ядерном этом котле прорвется вниз, то, во-первых, она может соединиться с радиоактивной водой там где, и может произойти взрыв. Академики предполагали, что после аварии расплавленное топливо осталось в шахте реактора и что оно еще долгое время будет продолжать разогреваться. Внутри вот вы видите макет шахты реактора, где плавилось переплавлялось в бетон, песок, металл и частичные продукты засыпки, которые сбрасывали с вертолета. Здесь оно при температуре порядка 1600-2000 градусов плавилось и растекалось на нижние этажи под реакторное помещение, парораспределительный коридор, второй и первый этаж бассейна-барбатера. Верихов, допустим, говорил, что вот то, что разогретый вот этот котел, что это пойдет вниз. И на своем пути он будет все. Он все сжигать будет. Цемент, вернее, бетон так бетон, металл так металл. Он будет пронизывать просто, значит, если не ошибаюсь, сколько же он говорил, по-моему, в сутки метр будет проходить. Ну, он ученый, он ученый, он, да, нам сказать, слушай, ты не прав, не так, а если так? У нас тут были физики, которые занимались этим реактором. Они считали, они говорили, что 10-14 день металлической конструкции, которая удерживает плиту и реактор, рухнет, и реактор обрушится, топливо обрушится, и топливо начнет куда-то двигаться. просто под действием силы, а все равно потечет, горячее топливо. Ну, и там стал вопрос, куда оно протечет, как оно будет взаимодействовать с бетоном? Военные посчитали, что если пройдет тот процесс, о котором говорили, что уран будет собираться в эти самые, как ртуть в комки и гореть, прожигая все, 3000 градусов, и попадет в бассейны Барбатера, они были с водой, то взрыв, который при этом произойдет, радиус поражения будет иметь 30 километров. Людей из 30-ти километровой зоны эвакуировали. Это и есть помещение бассейна Барбатер под шахтой реактора. В мае воду из него удалось спустить. Мы пришли туда в июне, в эти самые помещения бассейна Барбатера. Уже воды когда-то не было. Но потолки не были проплавлены. То есть мы видим, что помещение прохладное, температуры никакой. Но лежат на полу красно-коричневые кучи из странной формы. По цвету глина. Мы только написали в своих отчетах. Куча глины. А из-за линии? А из-за линии кучи на полу и есть топливосодержащий расплав. Этот расплав, по первоначальному оценку мученых, должен был прожесть бетон по четвертым блокам и уйти под землю. Войдет до подземной воды, значит, там заразит это к чертой матери. Это где-то, где-то вылезет, неизвестно, на 50 километров, на 100 километров, как в совершенно другом месте. Это вообще катастрофа, значит, так? Непонятно, что произойдет. И тогда было принято решение, значит, чтобы под реактором заглубиться, то есть, боку штольню делали и прошли под реактором. Под реактором, по сути дела, реактором везде в воздухе. Там сделаны помещения, сделаны, вытащили все это, делали все шахтеры. Ребята со всех сторон, из Донбасса, из Кузбасса были там. И они день и ночь, день и ночь, они работали. В штольне под реактором установили трубы системы охлаждения и залили их бетоном. Но оценка ученых была слишком далека от реальности. Когда шахтеры копали штольню, реактор уже давно остыл. А расплавленная топливосодержащая масса потекала из шахты реактора очень недолго. Текла, но она текла в первое мгновение после аварии. То есть, все это растекание прекратилось буквально в течение там 8-9 секунд. Мы обязаны были делать. Да, это большие затраты. Да, многие и многие люди потеряли здоровье на этом деле. Первый отчет о том, что в шахте реактора осталось не больше 10% ядренного топлива, был подписан 24 мая. А в июне 1986 года из Чернобыля в Москву в Москву на совещании к Академии по Легасову прилетел зам. директора Курчатовского института Вячеслав Исмирный. Ну, на совещании были, естественно, только одни мужчины. И он по-простому на этом совещании говорит, что нет там топлива нисколько. Ну, на диалекте, на французском. Академик Легасов ему говорит, а мы тут решили, что 95% топлива находится в шахте реактора. А член Кор говорит, а нет там топлива нисколько. Академик 95%. А член корреспондент Академик кто победил? Получите результат на 10 лет, на 20 лет, что 95% топлива там. К 92-му году группы доктора Чечерева сотнил на первый взгляд в безумный план. Как избавиться от расплавов ядерного топлива? Одного из основных источников радиации под саркофагом. Мне казалось, что самое главное нам было бы удалить эти топливосодержащие материалы, которые находятся внутри. И там какие-то там бочки, объемы какие-то. И пусть они ждут своей судьбы дальнейшей. Пусть им, ну, для круга лучше там. 10 тонн ядерного топлива с концентрацией 5%. И у нас получается объемы на самом деле, все равно, с которыми надо работать. То есть это как-то? Да мы-то собирались, конечно, лопатами. Что там говорить? Мы уже и поддоны подготовили, лопаты, но кончился Советский Союз и экспедиция на желобную ловину. Лопатами собирались перекидать около 40 кубометров застывших расплавов ядерного топлива. Она платит деньги. В 86-м этот подтянутый американец также бегал по набережной Днепра в Киеве. Вместе с ним на Украину приехали жена, маленький сын и дочь. Семью Роберта Гейла снимали советские операторы и показывали в программе время. Мы поехали в Киев, обнаружили, что люди пытаются оттуда бежать. Хотя там было относительно безопасно. В самом городе опасности не было. Но правительству мало кто верил и многие хотели бежать. А как лучше всего показать, что там нет опасности? Привезти свою собственную семью. Из отчета первого управления КГБ Украинской ССР секретно. Вызывает сомнение показ по телевизору ряда сюжетов. В поле под Чернобылем стоит председатель колхоза и уверяет, что колхоз перевыполняет план Сева. Это естественно хорошо, но ведь вопрос состоит в том, будет ли пригоден этот урожай в пищу. 7 мая 1986 года. Снор средства западной информации голоса твердят о том, что в Киеве паника. Я бы не сказал, но вон это мера. Это вообще даже не серьезно. вопрос паника. Какая может быть паника? Паники нет. Майские праздники прошли в Киеве как обычно. От возможной эвакуации столица Украины спасло направление ветра. Когда стало известно, что роза ветру оказалось, все пошло в сторону и это спасло Киев. В сторону Могилев, в сторону Белоруссии. Вот эти две области, там накрыли и они сейчас в тяжелейшем положении, то стало ясно, что вопрос о Киеве не стоит. Вы знаете, что у Киеви уже начиналась паника, нет? Вам говорили об этом? Она начиналась уже. И уже многие садили на поезда и отправляли оттуда людей. Вот. Особенно те, которые наиболее информированы. Те, которые простой народ кто-то не отправлял, значит, так? Поэтому отменили бы, отменили эту демонстрацию, создали бы, значит, панику в этом Киеве, поднялся бы Киеве весь. Я пытался показать, что жизнь в норме. Есть, конечно же, серьезные проблемы, но не настолько серьезные, чтобы проводить массовую эвакуацию. Специалиста по пересадке костного мозга Роберта Гейла привез в Москву давний друг Советского Союза Арманд Хаммер. Бригада Гейла помогала врачам от 6-й московской больницы лечить облученных чернобыльцов. У нас было чуть более 200 пациентов в тяжелом состоянии. 29 из них умерли. Большинство же выжили. 170 человек. Некоторые люди, кому мы сделали операции, живы до сих пор. Они даже переписываются со мной. С ним очень хорошая была бригада. Вот не он сам, а были полезны нам его коллеги. Среди них были люди, которые помогали нам в подборе трансплантации. Очень важно. Сюда, в 6-ю московскую больницу, привезли самых тяжелых больных из Чернобыля. на самолетах мы летели в Москву. Но мы еще видели, как эти самолеты отбуксировали подальше туда, обставили флажками, как ловков, отправляют красными, и все. И потом, говорят, их расшили, разобрали. Настолько они были эти. Ну, конечно, если мы сами были частичками того реактора, светили. Если 8-ю я домой уже приехал в первых числах ноября с группой инвалидности уже. И светило еще. И щитовидка светила, и все светило. О чем можно было говорить в апреле месяц. И персонал в Москве тоже от нас хапанул тоже. Хоть и не в пленках были, но пленка развита защита. Если мы излучаем амфон стоял от нас. Первые дни нет. Никакой защиты. Абсолютно никакой. Это абсолютно, я твердо могу сказать, по себе и так далее. Потом я как раз попала в тот ну не период, как скажем, в тот момент с 14-го числа. У меня до сих пор есть этот бюллетень, у меня поднялась температура 40, без всяких признаков. Дома я переночевала, мне надо было на смену идти в день, но я работать не могла. Когда мы потом восстанавливали дозы для работающего персонала, мы не могли так от 10 до 25 рентген получить. особенно тех, хирурги, мотолерингологи, глазняки, которые манипулировали прямо около человека, около стерта. А потом, когда, скажем, больные умирали, первое, что и делали, их обмывали очень жестко и удаляли щитовидную железу. А уже потом шло вскрытие. То есть это наиболее два важных источника загрязнения. Кожа раненая, болеющая в этих корках, хранящая еще некоторое количество радиоактивных вещей, и щитовидная железа с радиоидом. В остальном они были не опасны. Официально никто из персонала шестой больницы когда не пострадал. Ну, в основном хирурги и вот наш патологонатом очень скоро ушли. Очень. Внезапно скоро один хирург вообще во время нашей смены умер в ординаторской. Вечером в 11 часов я приглашала возьму его смотреть. Все нормально. Пошел отдавать в ординаторской. А утром он был уже мертв. Врачи боролись за жизнь облученных до конца. Как минимум 10 больных считавшихся безнадежными живы до сих пор. Это щит управления четвертым блоком Чернобыльской атомной станции. 25 апреля 1986 года здесь проводили эксперимент, из-за которого разработчики узнали о конструкционных недостатках атомного реактора, а люди во всем мире услышали горькое слово «Чернобыль». Эти испытания должны были повысить безопасность атомной станции. Работающий атомный реактор нужно охлаждать. На реакторах чернобыльского типа через активную зону по трубам электронасосами прокачивают воду. Если насосы останутся без электричества, вода перестает охлаждать реактор. Он перегревается и может взорваться. Для аварийного питания насосов есть дизель-генератор, но он слишком медленно запускается. Пока заводится дизель, можно попробовать получить электроэнергию для насосов из другого источника. На испытаниях планировалось использовать для этого основной паровой турбины энергоблока. Когда останавливается насос и в турбину перестает поступать под давлением горячей пары из реактора, турбина еще какое-то время вращается по инерции и вырабатывает электричество. На этом электричестве и должны были работать охлаждающие насосы. На Чернобыль скратаны и такие испытания проводились уже в четвертый раз. В предыдущие три раза реактор сначала глушился, а потом на нем проводился эксперимент. В апреле 86-го все было по-другому. Реактор шел на плановый профилактический ремонт. Зам. главного инженера станции Анатолий Дятлов был готов проводить испытания по программе, которую, как и предыдущие три раза, он не стал согласовывать ни с главным конструктором, ни с научным руководителем проекта. Ну, Дятлов считал, что это не нужно. Он хозяин-барин, он хозяин этого объекта, он решает, что не нужно. Больше того, эти программы не согласовывались даже со станционным отделом ядерной безопасности, поскольку никому из них, в частности Дятлову, и в голову не приходило, что это может быть связано как-то с ядерной опасностью. Записи переговоров на блоке управления в ходе эксперимента до сих пор не рассекречены. Мы слушали запись потом, запись разговоров. Вот он говорит, слушай, ну, пример, Иван, слушай, вот тут вот написано, значит, вот напечатано, вот надо вот то-то-то сделать. А потом, говорит, кто-то, говорит, вычеркнул, и от руки вместо этого написал вот это. Так, как, кому верить? То, что было раньше напечатано, или то, что от руки? Тот, говорит, ну, делай, что от руки, там, значит, вот в таком духе, так легко вообще. Совершенно секретно, срочно, председателю КГБ Украинской ССР товарищу Мухи, взрыв произошел впоследствии ряда грубых нарушений правил работы, технологии и несоблюдения режима безопасности при работе реактора 4-го блока АЭС. Заместитель председателя КГБ Украинской ССР Ковтун. Вород Чернобыль. 11 мая 1986 года. 25 апреля все было готово к эксперименту, который, как и в предыдущие три раза, хотели проводить в момент остановки реактора. Но диспетчер из Киевэнерго попросил еще 12 часов поработать на половинной мощности. Из-за этого наступил так называемый режим отравления реактора, когда он теряет мощность и становится неуправляемым. Его нужно было немедленно глушить. Но вместо того, чтобы остановить реактор и отложить эксперимент, принимается решение любой ценой поднять мощность и продолжить испытания. Это можно было сделать, только отключив все системы безопасности. Реактор неуправляем. Мощность растет слишком быстро. Температура в активной зоне поднимается до нескольких тысяч градусов. В нижней части шахты реактора живутся трубы системы охлаждения, вода и пар попадают в активную зону. Под давлением воды и пара крышку реактора вместе с раскаленным ядерным топливом выбрасывает в машинный зал. Здесь, по гипотезе доктора Чичерова, происходит атомный взрыв. С точки зрения источника энерговыделения, особенная реакция деления, физика, конечно, это ядерный взрыв, маломощный, никудышный. Около 180 тонн ядерного топлива, которое ученые не могут найти под саркофагом, выбросило в атмосферу. Радиоактивные частицы выпали на огромной территории земного шара. Чернобыльские радионуклиды и аэрозоли обнаружили даже в Японии. Сверхмелкие радиоактивные частицы до сих пор выпадают на поверхность земли. Крышу четвертого и третьего блоков очищали вручную. Электронная начинка роботов не выдерживала радиации. Солдаты в защитных костюмах руками и лопатами сборосли куски графита и остатки ядерного топлива в разрушенные реакции. Находиться на крыше можно было не больше минут. Ко второму октября крышу и трубу очистили от радиоактивных материалов. В честь победы трем добровольцам поручили поднять красный флаг над трубой. Меняли перчатки все время, потому что поручни ужасно светили, были очень грязные. Вот. Поднялись наверх, скрутили, не сразу, правда, скрутили древко, хотя его на заводе делали флаг заранее. Раскрыли полотничье и сверху там висел вертолет, который все это снимал. А внизу, там недалеко от аппарелия на крыше, стояло наше все руководство, наша группа, приехавшие генералы, которые нам махали. Операция заняла 17 минут. За каждую минуту добровольцы получили паренген. Большие сердца, они с трудом самостоятельно восстанавливаются. Сейчас будем дефибрюлировать. Разряд. Разряд. Через пять часов операция завершилась. Сердце Марины уверенно бьется с искусственным клапаном. Пока хорошо, все нормально. Сердце сразу восстановилось, как вы видите. Не, ну все хорошо. На третьи сутки после операции Марина, кажется, еще не верит, что все самое страшное уже позади. Ты чего не беспокоит? Че? Ну, пить. Че? Че? Пусть операция нашел. Чуть-чуть, конечно, попаливайте. Вы у меня четвертые эти сутки после операции. Конечно, да. Только чуть-чуть времени прошло. Все нормально. Все буду сделать. Заниматься любимыми делами. Маму радовать. Присаживайтесь. Ребята, мы сегодня с вами собрались на необычный урок. Сегодня мы поговорим об аварии на ЧАЭС. На 12-й день после операции Марину Куконос выписали из Бакулевского кардиологического центра. И она вернулась на родную Брянщину. Жизнь вошла в обычное русло. И кажется, ничего в ней не изменилось. Вот село Увелье с плотностью загрязнения выше 40 силий. ПЕСНЯ Со временем проходит все, но в случае с радиацией ждать придется очень долго. По официальным данным Юго-Запад Брянской области отравлен долгоживущими продуктами Чернобыльской аварии. Цезием 137, стронцием 90, плутонием 239 и плутонием 240. Период полураспада, это время, когда излучение уменьшается ровно в половину, у стронци и цезий составляет около 30 лет. У плутония 240 6540 лет. У плутония 239 24 080 лет. После взрыва на 4-м блоке Чернобыльской атомной станции прошло 20 лет. ПЕСНЯ Погиб 30 лет.